Приветствую вас, и в первую очередь мне хотелось бы, чтобы у вас было четкое представление о том, какой мужчина вам нужен. То есть, вы за 8 лет отношений не встретили того мужчину, того самого, и, вероятно, дело ваших требований. В виде целей у каждого из нас есть, соответственно, у мужчин внутренняя женщина, у женщин внутренний мужчина. И у вас это анимус, внутренняя мужчина, то есть, первичный образ мужской идеал мужчины. Формируется он, как правило, в детстве. Из, это такое собирательное понятие, собирательный образ, происходит он, формируется, точнее, от, на основании, как правило, отца. Да, если отца нет, то другой мужчина, который вызывает у вас теплые чувства, искренние чувства. И отчасти поэтому иногда говорят, что первая любовь запоминает у нас всю жизнь, на самом деле запоминается не первая любовь, а образ. И если не понять, что вот этот вот внутренний образ, в вашем случае анимус, это, по сути, идеал, и идеал недостижимый, не осознать этого. То что получается? Получается, что вы, будучи взрослым человеком, стремитесь влюбиться так, как в детстве. То есть стремитесь в ту самую детскую любовь. А детская любовь, она, чем отличается от любви взрослой? Своей личностью, непосредственностью, наивностью, легкостью и эмоциональностью. И все дело в том, что наивность присущена только детям, как людям еще не опытным, как людям еще не до конца познавшим мир, узнавшим его и себя. Эмоциональность тоже достигается за счет того, что человек, по сути, первый раз испытывает такое чувство. Оно для него новое. Оно для него необычно. И отчасти поэтому объясняется, какая его яркость. Поскольку у вас все это лучше было, то несложно догадаться, что подобной любви вам не испытали. Но стремление к этому у вас, тем не менее, не есть. Нужно осознать, что вы подросли, что вы способны любить другой любовью, не той, не детской. Нет. О своей, зрелой, спокойной, женской любовью. Но у кого? Не анимусу. Нет, не анимусу. Вы способны любить женской любовью реально существующего мужчину. Для этого необходимо проработать критерии человека, который вас устроил. Понять, во-первых, что вы хотите получить от мужчины. Думаю, вы можете дать многое, судя по вашему сообщению и потому, что у вас много поклонников, вы можете дать многое. А что вы хотите получить от мужчины? Что вам нужно от него? На этот вопрос нужно ответить. Причем, что нужно получить в духовном плане? То есть надежность, стремление, какую-то там стабильность, упорство, материально обеспеченность, романтизм, внутренний богатый мир, что-то еще. Но это нужно выделить и сформировать. Чтобы вы отдавали себя отчетом, о кого же вы, собственно говоря, ищете там. Дальше. Следующее необходимо определиться, наверное, с тем, что вы знаете, но тем не менее. Не лично будет напомнить, какое место вы хотите занимать в отношениях. Лидирующие, равноправные подчиненные. Очень важно, чтобы мужчина хотя бы разделял с вами вот ваши взгляды. Если вы принимаете место равноправное в отношениях, то чтобы мужчина считал, что женщина тоже должна принимать равноправное место. Чтобы ваши взгляды на позиции друг друга в отношениях совпадали. С этим тоже надо определиться. Дальше. Теперь мы, наверное, с вами скажем так. Почему вы хотите в детство? Не потому ли, что там было защищено, спокойно, хорошо и все определенно? Не потому ли вы чувствуете, что сейчас все не так? Нет той защищенности, той определенности, того спокойствия, той защиты. Может быть. Но что будет, если она у вас появится? Эта самая защита. По кровительству. Что будет? Попробуйте представить себе, что получится. Скорее всего вы, которые сейчас занимаются своими интересами, работой, спортом. Не будете ни на что на это иметь право. При таком подходе. Но вам хочется стабильности, потому что это то, что вы запомнили из детства. И по инерции его туда стремитесь. Моменты, которые тоже нужно осознать. Дальше. Следующее, это общение с мужчинами. Видите ли? Мужчина видит вас в разных качествах, в разных ролях. И если ваши поклонники воспринимают вас как женщину в узком смысле, то отношения построить с такими мужчинами, у вас вряд ли получится. Потому что они хотят вас только завоевать. И завоевав, ну, этим все и закончится. Соответственно, нужен такой мужчина, который бы видел вас в человека. Личность. Если таких рядом нет, необходимо менять круг общения. Необходимо менять круг, в котором вы появляетесь. Необходимо расширять ареал, территорию поиска мужчин. Чтобы найти того, кто смотрел на вас только как на женщину, но и на человека. На личность. Кому было бы интересно с вами, просто разговаривать. Дальше. Необходимо вам уметь быть слабой. Потому что по вашему письму, хоть и небольшому, сложилось впечатление, что вы достаточно сильный человек. Неприступный человек. Активный человек. И мужчины вас видят именно в такой. А вам нужно научиться уметь быть слабой. Чтобы мужчина почувствовал себя с вами мужчиной. Чтобы он ощутил, что вы нуждает из его защиты. А вы бы эту слабость вот принимали, как проявление силы. И смотрели, как мужчина воспользуется своей защитой. Возможности вас защитить. Как он ей воспользуется. С умом или нет. И на основании этого делали бы вывод, а стоит с ним вступать вот совершенно. Тут момент, конечно, такой. Нужно учиться быть слабой. В слабости, особенно женской слабости, нет ничего плохого. Наоборот. Это дает мужчине простор для взлета перед женщиной. И, наконец, последние два момента. Которые я оставил на конец. Это болезненные отношения. И ваше видение окружающих людей. Значит, первое. Вы пишете, что все вокруг вас уже поженились. Подруги все замужем. У них дети. И так далее. Почему вы ориентируетесь на социальное окружение? Почему вы придаете этому так много значения? По сути, получается, что вы зависимы от мнения других. А это очень плохо, потому что мнение других – это всегда мнение общества. А мнение общества далеко от мнения одного человека. И интересы общества влияют далеко от интересов одного человека. То, что вы видите, то, что ваши подруги замужем, у них дети и так далее – это лишь вершина айсберга. Потому что в действительности не так все хорошо. Люди показывают другим лишь только светлые стороны. Они показывают другим, какие они счастливые. Но в действительности это далеко не всегда так. И вам это нужно понимать. У каждого есть свои проблемы. Если кто-то выскочил из ваших подруг и замуж раньше, у нее есть свои подводные камни. Если у кого-то есть дети и у нее есть свои подводные камни, просто вы их не замешаете. Потому что люди вас туда не пускают. Они не хотят, чтобы кто-то видел, что они несчастливы там, где они по идее должны ими быть. А значит не все так безоблачно. И вам необходимо перестать, перестать сравнивать себя с другими. У вас свой путь, свой выбор, у вас своя жизненная линия. Вам нужно идти по ней. Не оглядывая ни на кого другого. И те люди, которые искренне к вам относятся, они поддержат вас. Они будут с вами, но никогда не будут действовать против вас. Но эти люди отдают себя отсчет в том, что вы разные. Все разные. И вы отличаетесь от других. Вам совершенно не нужно быть такой же, как они. Потому что в противном случае получается, что семья для вас, равно как и замужество, есть атрибут социального статуса, который вы хотите получить, чтобы не отличаться от других. Но после того, как вы его получите, появится что-то еще. Социальный статус будет дифференцироваться. И скажите, например, мне для социального статуса нужно что-то еще, и что-то еще, и что-то еще. И это вечная погоня для социального статуса. Поверьте, счастливее вы от этого не станете, если будете постоянно равняться на стандарте общества. Поэтому этот момент тоже необходимо пересмотреть. Ну и последнее, это ваши болезненные отношения. К ним, безусловно, тоже играют очень важную роль. Оставил я их на потом, потому что про них можно сказать меньше всего. Но это не значит, что они менее важны. Дело в том, что опыт, который вы получили, опять-таки отношения, тоже нужно проработать. Может быть, заново пережить какие-то моменты для их лучшего понимания. Для того, чтобы вынести тот самый опыт, который поможет вам стать лучше и четче понимать, что вам нужно. Либо самостоятельно, либо с психологом обязательно это сделайте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.